Всем привет! Учитывая запросы под последними видео, наверное, пришло время снять апдейт обновления моего видео, которое было раньше. Немножко тему по-другому раскроем. Сегодня мы поговорим о бьюти-индустрии, о красоте. Здесь, в Турции, в частности, я буду говорить про Стамбул, про крупный город. В городах поменьше возможностей, может быть, будет меньше. Но и потребности у людей тоже будут меньше. Я буду говорить больше про турчанок, постараюсь на этом акцент сделать. Про индустрию красоты, услуг каких-то. Я раньше рассказывала, чем они пользуются, какой у них к чему есть интерес. И за последнее время, будем честны, конкуренция на рынке возросла. Очень много переехало мастеров из стран СНГ, когда война началась. Запцени, короче, два года. Много вообще, в принципе, эмиграции. Соответственно, бьюти, мастера, нокаточки, реснички, косметологи и все прочее тоже. Здесь большая конкуренция появилась, большой выбор. И вся эта индустрия красоты на хорошем уровне наших. Она пробралась и в более маленькие города, в провинцию. То есть, условно, найти нокаточки мастеров наших. Там еще нокаточки такое, образно, да? Не в прямом смысле только это. В общем, это теперь можно, не знаю, в самых даже каких-то отдаленных местностях. Итак, смотрите, если мы берем турчанок. Открылось очень много, если я говорю про Стамбул в частности. Салонов русскоязычных стало в разы больше за эти два года. Ну, русскоязычные — это и украинцы, и русские, и казашки там девчонки работают. И подмастерья, например, из стран СНГ, туркские, различные Туркменистан, в том числе Таджикистан и так далее. Районы, ну, обычно в центре где-нибудь по линии метро уже много-много, где есть салонов красоты русскоязычных. Прямо, короче, немало. Инстаграм открыв загуглив, там, условно, написав там, да, какие-то русский салон, бьюти-салон, что-то там, Стамбул или что-то такое, других в Антарии также, да. Все это можно найти или в гугле картах, например, вообще в легкую. Этого стало больше. Ходят ли туда турчанки? Да, ходят. Любят наших мастеров за качество работы. Но турчанки, они очень усидчивые, они любят по-быстрому, и поэтому многие идут, конечно, за качеством, но прекрасно понимают. Если мы идем на гей-лак по-турецки, это час-полтора максимум. Если мы идем к русскому мастеру, русскоязычному, то это два часа, а то и два с половиной, если дизайн, всякий тому прочее, в два раза дольше. Не все любят сидеть, хотят быстро, не все готовы это ждать. Услугами бьюти-мастеров пользуются. Это, я прям не скажу, что супер в почете, но на уровне с турецкими мастерами. Обычно же всегда турчанки у нас ходят по рекомендации, по совету, от кого-то услышали. Или спросить, например, у турчанки считается норм. Там типа, ой, ты где там, не знаю, к косметологу ходишь, или там, ты где губы делаешь, а ты где ногти, или еще что-то. Это взять вот этот контакт и по рекомендацию, это у нас обычно здесь вообще дело, такие вопросики. Это окей, прям, с одной стороны, это комплимент для женщины, у кого спрашивают, то есть тебе комплимент, все очень хорошо, дай мне адресок мастера. С другой стороны, это для самой турчанки всегда надежно, то есть гарантия, увидела работу, пойду на это, на этого, скажем так, мастера. Что из популярного? Здесь тоже есть кустарные мастера турельские, которые без лицензии, без образования медицинского колят, там, губы, брови, всякое такое делают, скулы и все прочее. Популярные направления это губы, скулы, очень любят обкалывать, да, чтобы тут объемчик был, боток, само собой, это как бы не обсуждается, это вообще база. Вот эти лиси-глазки тоже они любят иногда натягивать, но это более такой восточный арабский, скажем так, налет. То есть арабских салонов тоже стало гораздо больше, потому что по арабке переезжают, надо к своим мастерам тоже не ходят. Ввели правила определенные, то есть нелегальная вот эта работа мастеров без налоговой здесь, это большая проблема прошедшего года была. Много рейдов полиции было, полиции по ВНЖ, Гёчу и всех прочих, потому что мастера работают на дому или открывают типа аля студии какие-то, не все мастера совсем оформлены официально, налоги не платятся. И вот это мастерские, парикмахеры, ногти и все прочее на домах под большим контролем у государства. Эту лавочку старались максимально прикрыть и прижать, перевести в легальное поле, поэтому в 23-м году сделали закон, что если мастер хочет работать в Турции и платить налоги официально, то он еще должен пройти, получить аттестацию, диплом турецкого образца, то есть пойти на какие-то курсы месяц-два, там, конечно, обучение ТАТАС. У меня многие знакомые, у кого салон и всякое такое есть, этим занимаются, они сами, их сотрудники были обязаны закончить, то есть в обучении в таких турецких, вот этих, на этих курсах государственных, это чисто для бумажки сделано для того, чтобы был вот этот сертификат, официальное, короче, разрешение на работу. Раньше его не нужно было, просто надо было оформить налоговую, пешку и так далее. Теперь этот сертификат нужен. А какие популярные услуги турчанки используют? Вот я говорю, есть серые мастера без всяких медицинских образований, поля всяких парикмахерских из разряда, он, знаете, типа подвальный, там, подпольный косметолог еще есть, хотите уколоться. Вот такая история здесь процветает, и очень много часто в телевизоре, в всяких сюжетах, в интернете последствия всяких отеков, абсцессов, вывореченных щек, губ и всего прочего. И постоянно толдычат здесь СМИ, что, блин, девочки, доплатите подороже, сделайте качественно в клинике. Если вам интересно, если хорошие клиники, здесь вот эта инъекционная медицина, уколчики различные и все прочее, приравнивается к косметологии и делается по-нормальному. Не кабинет косметолога при парикмахерской, а в клинике эстетической красоты. Соответственно, у них даже операция, по сути, в мире эта операция по пересадке волос, это эстетическая услуга, для нее не нужна аккредитация, как бы документы разрешающие, это не ранг операций, это ранг косметических услуг. Поэтому здесь очень много для турок турецких различных, для турок в смысле, для местных, ориентация на местных потребителей, иностранцы тоже ходят, много различных клиник, бьюти-эстетики. Это когда пересаживают волосы, колют, губы ставят, нити, скулы там, еще что-то, вот таким вот всем занимаются. То есть уколчики, если качественные в Турции, это вот туда, если среди местных. Я считаю, что среди них есть хорошие мастера, просто стоит это, конечно, недешево, сразу говорю. Цены здесь выше, чем по странам СНГ, но сейчас с курсом доллара это вообще, в принципе, очень трудно называть как-то, цены сравнивать, нет смысла. Потому что, например, если мы берем Россию, там есть ботулотоксины своего производства, да, у них качество есть похуже, и много на корейских сидят. В общем, это индивидуальная вообще история и от рынка, и от города, и от платежеспособности клиента. В Турции купить для косметолога инъекции всякие вот эти материалы, это нелегко, только по сертификату из-за границы, только на клинику сертифицированную, если кто работает, по-честному, на такую клинику, как я говорю, бьюти-клинику. Налоги большие, то есть половина стоимости препарата – это налог за растаможку, везенную официально. Добросовестные сертифицированные косметологи русскоязычные здесь, которые ведут свои клиники, либо частные кабинеты у них есть, они, как правило, по контракту в какой-то бьюти-клинике турецкой закупают официально с растаможкой, с документами свои препараты, чтобы это ни подделки, ни серый рынок. И как бы, ну, работают, это всё дозволено, всё окей. Поэтому, если вы идёте на такие дела в Турции, сразу спрашивайте сертификаты, спрашивайте, откуда косметолог покупает препараты, как они к ним доставляются и так далее. Не советую, вот пусть меня будут проклинать сейчас, и я отпугиваю чьих-то клиентов. Просто мне встречается реклама в соцсетях, когда какой-то косметолог, скажем так, из стран СНГ, непонятный просто косметолог, начнём с того, что без бэкграунда, это не клиника какая-нибудь у неё там частная у себя на родине, практика, опыт, старый аккаунт, который она ведёт лет 10, отзывы настоящей живых клиентов, это не про вот это, а у которых ты не можешь проверить прошлое, приезжают сюда как туристки в номерах своих отелей или идут в салон каким-то знакомым, колят инъекции различные, прозводят. Окей, хорошо, можно и допустим, это нелегально, никаких уплат налоги, никто не везёт ответственность за ваши результаты, естественно. Это может быть окей, да, я могу прислушаться к этому, если это сертифицированный, настоящий с медобразованием косметолог, который у себя там на родине имеет хорошую практику, много хороших, назовём так, отзывов, обучение проходит, ну, короче, когда это качественная история, для своих знакомых, опять скажу, для подружек каких-то, это нормальная история, но простите, когда это потоково, когда такие туры поколоть кого-то приезжают, это просто no comments. Были, это незаконно, первое, второе, были эксцессы, юридического даже уже формата дела заведены, о том, когда жертвы, и к турчанке к таким тоже ходят, все хотят сэкономить, жертвы этой косметологии в итоге с распухшими губами, отёкшими синяками и всем прочим обращались в полицию, а всё, этого косметолога уже нет, он до свидания уехал, как бы провёл свою работу и всё, и... Поэтому с этим надо быть осторожным, вот эта вот косметология, назовём так, кустарная, тоже есть. Турчанки что любят? Они любят делать ногти, маникюр это стандартно, даже если без покрытия, но просто ходить на маникюр это ритуал, вот здесь там бульчанки назовём так. Волосы красят совсем далеко не все, но за ними любят ухаживать боком, то есть там, например, какой-нибудь маски, эти ламинирования, вот эти все уходы глубокие для волос приветствуются, подстригаются, естественно, но красят далеко не все, Если турчанки красятся, они, как правило, кардинально меняют цвет, в блонд какой-нибудь, в тотал блонд хотят уйти, вот это всё пережигание за жуткое волос, что у них волос очень тяжело попадать в блонд, ну просто порой нереально в большинстве случаев. То есть если кто занимается окрашиванием волос, это, как правило, с блондом связано. Если какой-то такой шатушь лёгкий, какие-то блики добавить по окрашиванию, ну вообще скажу, что турецкие мастера есть очень крутые по волосам, если вы такого восточного типа, плотные, тёмные у вас волосы, я бы рекомендовала в инстаграме прям поищите этих салонов, реально кто круто будет, хорошо красит тёмные, плотные волосы. Если ваш типаж, обращайтесь к турецким мастерам, они могут делать очень круто. На данный момент, если мы берём среднюю цену по Стамбулу, в провинции, в маленьких городах других будет дешевле. Сейчас, если мы идём в салон, то есть там аренда, естественно, не частное что-то, да, если мы идём в салон, окрашивание, эмилирование, тонирование, шатушь, там, балаяж и всякая вот эта история, а блонд, это считается трудное окрашивание на тонкие волосы, то это в Стамбуле сейчас в среднем 4,5-5 и выше цены 1000 лир. Это я по себе, например, да, знаю по своим волосам. Что ещё турчанки у нас любят? Они ещё любят, знаете, какие бьюти-процедуры, всякие массажные столы, 5D, 3D разгонятели жиров, массажи, вакуумные массажи, антицеллюлитные, у косметологов любят уход, но они больше по уходу на самом деле специализируются. Укольчики, уход, и опять скажу, это те, кто такие продвинутые, у кого есть на это деньги. То есть история вся гораздо дороже в разы, чем в наших странах СНГ это стоит, сразу говорю. Вот, например, по цене волос вы можете понять, да, от этой стоимости мы идём, которую я назвала про волосы и выше. Можно найти, конечно, дешевле, но не говорит о том, что он сделан хорошо. Вот, это вам средняя цена стартовая от нормального качества услуг, от хорошей краски, хорошего мастера в нормальном салоне, с какими-то там гарантиями работы. Турчанки вот любят, они довольно-таки ленивые, неусидчивые, они любят, когда им помяли, уход им сделали, покрасили, помазали, какие-то массажики вакуумные, вот это всё с ними поделали, поделали, они такие, типа, уже без целлюлита, красивые, прекрасные, пошли там дальше. В общем, они любят вот такой уход, больше бьюти-индустрии, они пользуются вот такими услугами. Вообще, распространено, я об этом раньше говорила, ну, кто новенький, я для вас повторюсь, у парикмахеров очень часто распространены услуги, типа, помыть голову, сделать укладку. Есть такая услуга у нас, просто приходишь с грязной головой, тебе прекрасно помыли, сделали массаж скальпа твоего головы, разнесли там уходовые всякие, просто там масочку какую-нибудь, всё красиво высушили, накрутили тебе локоны, или сделали объём, или укладку, и ты вся такая красивая пошла. То есть не нужен для этого какой-то определённый повод. Очень часто турчанки прибегают именно к таким моментам. Почему? Потому что у них плотные, твёрдые, такие упругие, хорошие волосы, объёмные. Они это сделают укладку, помыли укладку, и профессионально она может с ней ходить несколько дней. И быть как просто с обложки журнала красивая. Поэтому в крупных городах, в Стамбуле в частности, к этому, вот эти популярные услуги у парикмахеров, к этому прибегают. Ну, в принципе, наверное, и всё по бьюти. Я думаю, что... Меня спрашивали рассказать про бьюти-индустрию в Турции, в Стамбуле в частности, девочки, мальчики. Всё то же самое, что и у вас в ваших странах. Каких-то уклонов таких огромных нет. Всё то же самое. Развитие индустрии такое же, в принципе. Ну, конечно, получше с этого русскоязычного стало больше, но за последние два года. Просто тупо, потому что много переезжают. Если вы сама мастер, делаете накоточки, ну, условно, да, реснички тоже любят наращивать, наращивают. Или уход за волосами. Не обязательно окрашивание, а именно уход какой-нибудь. Вы здесь сможете себя найти, найти клиентов и наших, и турецких, без проблем. Если вы хороший мастер, не зарастёт к вам народная тропа, потому что здесь очень большое население, как минимум в Стамбуле. И желающие всегда есть. Но есть, конечно же, свои особенности менталитета. Вот что-то чанки не могут опаздывать, не быть обязательными, не выписаться и просто не прийти на запись. Или, там, просить скидку или ещё что-то. Они очень любят здесь всегда скидки. А, ну, ещё, кстати, лазерная эпиляция тоже. Она здесь очень популярная. Делают её тоже регулярно. То есть, ты такая... Ну, это вообще, я даже её вот не вспомнила. Эта процедура, мы повседневные назовём, как ногти ты ходишь, так и лазерную эпиляцию очень многие ходят. Обычное дело. Надеюсь, ответила на ваши вопросы, рассказала немножко в данный момент, что у нас по бьюти-индустрии, какие потребности, запросы у людей здесь. Если есть вопросы над тем в комментариях, пишите, что думаете по этому поводу. Напишите ваши, вот хочется, плохих случаев. Да и у меня у самой тоже бывало много. А расскажите какие-нибудь позитивные, хорошие, поделитесь контактами, случаями, удачную бьюти-процедуру, в частности, в Стамбуле, в Турции. Вообще, ваши примеры, когда вы удачно сходили и к туркам, к местным, и к тем, кто, скажем так, из стран СНГ мастера. Очень интересно будет послушать ваш опыт. Спасибо за внимание. Ставьте лайки и пишите комментарии. Скоро увидимся. Всем пока. Продолжение следует...